Итак, Владимир Путин приехал в свой выборный штаб в гостином дворе. Мы видео получаем, и это происходит сейчас, в прямом эфире. Все в ожидании. Что скажет лидер? Да, вот мы видим, что молодежь стоит и хочет увидеть, видимо, Владимира Путина. Но вот уже заявления из штаба поступают, я так понимаю, что это сделано именно там. Заявление Владимир Путин сообщил агентству Реановости, ну в смысле он заявил в штабе, и Реановости цитирует президента, что есть условия дальнейшего движения вперед, для того, чтобы Россия была крепче, сильнее, эффективнее. Ну вот видите, люди готовят свои мобильные телефоны, я так понимаю, что скоро президент появится на публике. Ну вот, тем не менее, в штаб вернемся где-то секунд через 30. Я смотрю, что уже обработали более 67% бюллетеней. Владимир Путин набирает большинство голосов, 87,87% у Владимира Путина. Да, 87,21%. Ну вот, кстати, тоже новости из штаба, агентство Реановости передает. Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин, поблагодарил волонтеров своего избирательного штаба за работу в ходе предвыборной кампании. Спасибо большое, ребята, сказал он, общаясь с волонтерами в штабе. Ну вот, собственно говоря, так просто. Также Владимир Путин заявил, что малое число жалоб в избирательном штабе на выборах президента говорит о качестве работы. Ну, также качество работы буквально совсем несколько минут назад оценила сама Эл Панфилова. Да, давайте еще раз обратимся в штаб с помощью прямой трансляции оттуда. Но по-прежнему, видите, ждут люди, находящиеся сейчас в гостиной дворе появления президента. Он приехал туда совсем недавно, уже сделал несколько заявлений, поблагодарил волонтеров своего избирательного штаба. Ну и в данный момент, вот, кстати, пришли тоже свежие данные, агентство Реановости, их со ссылкой на ЦИК передает. Путин побеждает на выборах президента, а, это, простите, это в Туве. В Туве 95,37% голосов, Харитонов второй данный ЦИК после обработки 100% протоколов. То есть в Туве уже 100% протоколов. Да, 100% обработка протоколов произошла. Ну, вот сейчас мы с вами видим штаб, это волонтеры этого штаба, Владимир Путин, встретятся с ними. Где? Нет? Ну, пока ждем, да, пока ждем. Двор штаб Путина, говорят, как кандидата в президенты, начал работу еще 21 декабря. Сейчас обработано больше 68% бюллетеней, лидирует Владимир Путин. Далее у нас идет... Смотрим общение, давайте, да, переключаемся. Я вас всех хочу поблагодарить за совместную работу. Это была такая масштабная, большая, очень важная, что вас агитировать. Экзамет, очень важная для страны работа, которая позволяет нам консолидировать общество, показать правильность нашего выбора, по которому мы идем, правильность пути, по которому мы идем. И создать условия для дальнейшего движения вперед, для того, чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо. 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 В первую очередь, мы ваша команда, волонтеры, сотрудники Центрального избирательного штаба, хотели бы вас в первую очередь поздравить с успешным прохождением предвыборной гонки. Спасибо. Если вы можете, я немного представлю, наш коллектив, друзья, сотрудники Центрального избирательного штаба, Александра, как раз на которую вы обратили, это представитель юридического блока. Итак, это было включение из штаба Владимира Путина, ну и сейчас новые кадры, которые пришли оттуда, а вот в режиме реального времени мы обращаем внимание. И посредственное включение Владимира Путина. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Благодарю вас. Дорогие друзья, мне очень приятно в этот вечер быть вместе с членами своей команды. со своими единомышленниками, с соратниками. Вот когда мы употребляем это слово «соратник», мы, как правило, подразумеваем как раз людей, которые близко мыслят, сопереживают, которые имеют общие цели. Единомышленников. Но давайте вдумаемся в значение этого слова. Откуда оно взялось? Со-ратник. Кто такой ратник? В Древней Руси это воин. Это воин. Причем из числа простых горожан и жителей русских деревень, села. Причем не просто воин, а ополченец. Это люди, которые вставали на защиту своего отечества. Люди, которые думали о родине сегодня и о будущих поколениях. По сути, о нас с вами. И сейчас история повторяется. Она же по кругу идет, вверх, но по кругу. Все повторяется. И мы все соратники. В этой связи я хочу прежде всего поблагодарить граждан России. Мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Еще раз хочу сказать. Это чрезвычайно важная вещь. Она не носит формально-юридического характера. Источником власти в стране является российский народ. И от голоса каждого гражданина России составляется, из голосов каждого гражданина России составляется единая воля народов Российской Федерации. Это важнейшая опора существования страны, ее уверенного развития в сфере обороноспособности, в сфере науки, образования, по всем другим важнейшим направлениям. И, конечно, сегодня в тех условиях, в которых мы живем, особые слова благодарности нашим воинам. Ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее развития и существования. Которые не жалеют себя, рискуют своим здоровьем и жизнью. Обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых, на самом деле, исторических территориях российских. Да и вообще страны в целом. Хочу выразить слова благодарности и всем, кто работал в штабах, волонтерам. А в некоторых случаях это не просто какая-то рутинная работа по сбору подписей, либо по агитационной работе. Это тоже работа, как ни странно, но в современных условиях это так, связанная с риском для здоровья и жизни. Достаточно посмотреть, как идет работа вот в этих новых территориях. А ведь это люди далекие совершенно от какой бы то ни было военной профессии. Это люди чисто гражданских профессий. И вот здесь, вот за моей спиной, много женщин, ничего не боятся, работают, выполняя свой долг перед Отечеством. Конечно, у нас впереди много задач, но когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно, кто бы и как не хотел нас запугать, кто бы и как бы не хотел нас подавить, нашу волю, сознание, ни у кого, никогда, как я уже говорил, ничего подобного в истории не получалось, сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда. А мы, наоборот, чувствуя себя как одна, единая семья, вы знаете, я только что с патриархом разговаривал, он сказал очень хорошие слова. Он сказал, что в моногосударстве, в мононациональном государстве, вот эти результаты нашей совместной с вами работы, они очень хорошие. Но в многоэтническом государстве, в многоконфессиональном, они вообще уникальны. Это значит, что все люди, вне зависимости от религиозной принадлежности и этнической принадлежности, все чувствуют себя, во всяком случае, сегодня, как единая российская семья. Это чрезвычайно важно, это важнейшие условия для нашего поступательного движения вперёд. В этой связи могу с полной уверенностью сказать, все достаточно большие, если не сказать по некоторым направлениям, грандиозные планы, которые задуманы и о которых я совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все, безусловно, будут решены, все эти задачи будут решены, а цели, безусловно, достигнуты. Мы с вами сделаем всё для этого. В завершение я хочу сказать именно то, о чём сейчас только сформулировал эту свою мысль, на чём остановился. У нас впереди очень много конкретных важных задач. Результаты выборов – это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы всё сделаем так, как запланировано. Хочу поблагодарить всех вас и всех граждан страны за поддержку и это доверие. Спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Сейчас ещё с руководителями штаба поговорим, наметим наши конкретные шаги по вот этой совместной работе. И мне бы очень хотелось, чтобы вот всех, кто здесь собрался, чувствовали себя членами нашей единой команды. Я надеюсь вас не потерять, наоборот, очень рассчитываю на нашу совместную работу в ближайшем будущем. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Это были кадры прямой трансляции из гостиного двора, где располагался предвыборный штаб Владимира Путина. Ну, как вы только что слышали, Владимир Путин поблагодарил избирателей за поддержку, в том числе всех граждан России за поддержку и доверие поблагодарил. Сказал также, что результаты выборов – это проявление доверия со стороны граждан, их надежда, что всё будет выполнено. Это опять-таки слова кандидатов президента, пока ещё Владимира Путина, ну, и действующего главы нашей страны. Так, ещё из последних заявлений. Ну, вот я уже вижу, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Наверное, это, пожалуй, первое поздравление от иностранного лидера в данный момент. Так, ещё вижу цифры, которые только что пришли. Агентство РИА Новости сообщает, что Владимир Путин лидирует на выборах президента России. У него 87,17% голосов. Николай Харитонов набирает 4,19% голосов. Леонид Слуцкий – 3,15%. Владислав Дванков – 4,08% голосов. Это всё следует из данных ЦИК после обработки чуть более 70% протоколов. Данные результаты в голосовании, публикованном в информцентре ЦИК. И напомню, что обработаны 70% голосов. А мы снова возвращаемся в штаб Владимира Путина. Вместе с тем, эти выборы отметились ещё и чрезвычайно высокой явкой. Причём не только на территории нашей страны, но и за рубежом. Многие СМИ передавали кадры. Мы в вестях много показывали, как люди выстраиваются в очереди для того, чтобы отдать свой голос. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Как вы это объясняете? Это связано с драматизмом тех событий, через которые проходит страна. Это связано с сегодняшней ситуацией. Связано с тем, что мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного, суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины. И я думаю, что не думаю, а результаты, в том числе и прежде всего явки, показывают, что люди, рядовые люди, прежде всего рядовые люди чувствуют это и понимают, что от них, именно от них многое, очень многое зависит. Как я совсем недавно говорил в интервью Дмитрию Киселёву, рядовой гражданин страны понял, сердцем понял, что он востребован, он нужен стране. И именно от него зависит будущее России. И с этим и связана высокая явка. Люди пришли, чтобы создать условия внутренней консолидации, политической консолидации, для того, чтобы двигаться вперёд. Для того, чтобы вот эта сплочённость позволяла нам и на линии боевого соприкосновения действовать эффективно в сфере экономики, развитие гуманитарной сферы, социальных, осуществление социальных проектов. У нас огромная повестка развития. Люди почувствовали это сердцем. Пришли для того, чтобы создать условия для развития и укрепления Родины, России. Вот с этим и связаны. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Никита Корзун, телекомпания НТВ. Владимир Владимирович, какие всё-таки вызовы Вы видите для своего нового президентского срока? Что-что, какие? Вызовы. Вызовы? Если позволите. Прежде всего, нам нужно решать задачи в рамках специальной военной операции. Укреплять обороноспособность, укреплять вооружённые силы. Это происходит, мы все видим, очень хорошим темпом и с отличным качеством. Но все основные задачи развития страны изложены были недавно совсем в послании Федеральному собранию. И наша задача заключается в том, чтобы, используя доверие граждан РФ, сделать всё, что от нас зависит, для того, чтобы все поставленные задачи были решены, а все цели достигнуты. Владимир Владимирович, здравствуйте, Анна Деркач, МИР. Что бы Вы хотели в этот вечер, прямо сейчас, сказать гражданам России? Я только что сказал на встрече со штабом и с удовольствием повторю ещё раз. Благодарю Вас, всех граждан России, за доверие, которое Вы мне оказали. И сделаю всё, что в моих силах, для того, чтобы решить те задачи, которые были поставлены перед страной, и достичь те цели, которые мы считаем абсолютно приоритетными. Благодарю Вас. Благодарю Вас. Владимир Владимирович, во-первых, поздравляем Вас. Александр Генюшев Лайф, Телеграм-канал Шот. 7 мая после инаугурации по закону правительства, Ваша администрация должна уйти в подставку. Вы будете ждать эти несколько месяцев, или, может быть, сформируете свою команду уже в ближайшие дни, и сильно ли Вы перетыщёте Кабмин и свою администрацию? Спасибо. Вы знаете, результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно, и результаты работы, как я уже недавно говорил, являются удовлетворительными. Это касается и правительства, и Центрального банка, и администрации президента. Вопрос в том, чтобы сейчас определить, кто и на каком месте будет наиболее эффективно работать, и для того, чтобы общий результат командной работы был максимальным. Я вместе с коллегами и с правительством, с администрацией, вместе, да и с руководством Центрального банка – это тоже значительная часть управленческой команды, которая работает над вопросами макроэкономической стабильности. Мы вместе все подумаем, спокойно, в рабочем, товарищеском режиме мы эти решения примем. Суетиться не нужно. Закон даёт такую возможность в течение полутора до двух с половиной фактически месяцев решать эти вопросы. Так и будем делать. Ну, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, микрофончик. Можно сюда переехать. Пожалуйста. Прошу. Здравствуйте. Агентство «Интерфакс». Здравствуйте. Последние события Белогородской области связывают с русским добровольческим корпусом. Вам не известно что-то об этой структуре, какова её сила, что это из себя представляет? Вы знаете, ещё во время Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем Родины Власовым, Власовцы. Вот они тоже воевали против своей Родины с оружием в руках. Чем они закончили, хорошо известно. Вот тогда эти люди, эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов. Сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима. Это совершенно очевидная вещь. Я думаю, повторяться здесь не нужно. Если у них главным национальным героем является Бандера, которая служила у Гитлера, ну что ж, доказывать нечего. Тем не менее, такие люди есть. Это их несколько групп. И вот та, которую вы сказали, корпус какой-то добровольческий, ещё там четыре группы. Общая численность где-то под 2500 человек. Вот сейчас их как мясо такое бросают на штурмы, мясные штурмы, это точно. Вот это в данном случае можно так и сказать, на госгранице. Потери у противника очень большие. Значит, вот из этих так называемых добровольцев, где-то их там, не помню, сколько их там применили, ну, где-то, по-моему, до полутора тысяч, потери примерно 800 человек. Но вот что я хотел бы в этой связи сказать. Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей Родины. У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий. Будем считать, что они с оружием. Всем правоохранительным органам будут даны указания поимённо выявлять всех и принимать в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия. И мы не дадим им покоя. Они должны об этом знать. Эффективность минимальная. Даже на поле боя, мне вот командиры говорят, что сразу видно, что это нерегулярные части. Идут толпой, и, ну, просто на убой, что называется. А в целом, вот на этом направлении, на направлении госграницы, несмотря на террористические атаки, и мы с вами это уже хорошо знаем, граждане, проживающие на этих территориях, проявили не просто гражданскую зрелость, они мужество проявляют и проявили. Никто, как я и думал, предполагал и говорил об этом совсем недавно, никто их не запугал. И запугать невозможно наших людей. Там как раз явки и на новых территориях, и в приграничных районах. Явка даже выше, чем в целом по стране. Это просто ответ от их людей на действия, связанные с попыткой их запугать. Просто те, кто это делают, не понимают, с кем имеют дело. Но отчасти, может быть, это и хорошо, что они не понимают, потому что в этом случае, безусловно, и ждёт поражение. Вот сейчас пытаются опять в данный момент тоже пытаются там куда-то забраться, куда-то зайти. Их уничтожали. Вот почти 100% уничтожение было тех, кто забирался там на какие-то 100 метров на нашей территории. 25 танков за это время уничтожили. Вообще на приграничной зоне противник сосредоточил группировку где-то до 5000 человек. Не прямо на линии госграницы, а где-то и в ближайшем тылу у них. Но потери в целом около 40%. Из них примерно 35% безвозвратные. 25 танков, десятки бронемашин и так далее. Если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, потому что они бездумно атакуют. Это такая мясорубка для них. Ну что ж, нам это даже выгодно. Пусть постараются. Значит, меньше будет личного состава, с которыми придётся на других участках линии соприкосновения участвовать в боевых действиях. А в целом инициатива полностью принадлежит российским вооружённым силам. И на некоторых участках наши парни и их противника просто кромсают сейчас. Продвижение каждый день. Постепенно, аккуратно, но каждый день. Это уже чуть больше, чем активная оборона. Мы все и так это и видим. Во всяком случае, вот те люди, о которых вы сказали, у них незавидная судьба. Это мы им гарантируем. Давайте заключительный уже вопрос. Давайте ту сторону, пожалуйста. РИА Новости, Мария Сидибе. Владимир Владимирович, на этих выборах некоторые оппозиционеры, в частности из-за рубежа, призывали сегодня в полдень массово проголосовать своих сторонников против вас. И на избирательных участках также были случаи поджога и порчи бюллетеней зелёнкой. Вот что вы об этом думаете? Ну, насколько я понимаю, насколько я слышал, они как мне докладывали, призывы были прийти голосовать именно в полдень. И это должно было бы быть проявлением оппозиционности. Ну, что же, если шли призывы прийти голосовать, за это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю. Потому что и я, когда выступал и призывал приходить на голосование, я не агитировал за себя. Я говорил, как действующий глава государства, это моя обязанность попросить людей прийти на участки и проголосовать. Если и оппозиция считала, что нужно прийти и проголосовать, неважно за кого, но прийти и проголосовать, это уже хорошо, молодцы. А вот, ну, насколько я понимаю, никакого эффекта это не имело на самом деле. Но это не важно. А вот важно то, что некоторые портили бюллетени. Это плохо, потому что, если вы сами не хотите голосовать, или хотите оказать доверие тому кандидату, которому вы считаете нужным, или просто не голосовать, если вам никто не нравится. Это одно дело. А если вы решили нагадить тем людям, которые пришли и посчитали нужным для себя проголосовать, выполнили свой гражданский долг, а вы наплевательски относитесь к их позиции, то это плохо. Это как минимум недемократично. Какая же здесь демократия? Люди пришли, выразили свою волю, а другой человек пришёл и испортил их бюллетени. Разве это проявление демократии? Вот с такими людьми нам и приходится иметь дело. Это уголовно наказуемое преступление. И в соответствии с законом наши правоохранительные органы и судебные инстанции будут и поступать. Пожалуйста, прошу вас. Вразимир Владимирович, как вы оцениваете нынешнее состояние развития китайско-российских отношений? И на ваш взгляд, как будут отношения России с Китаем в будущем, например, на ваш новый срок? Вот смотрите, сейчас в Китае прошло очень важное мероприятие, да, все китайское собрание народных представителей. Китай развивается семимильными шагами, быстрыми темпами, очень уверенно. И, что очень важно, структура экономики Китая меняется в сторону инноваций, в сторону придания экономике более инновационного характера. И мы стараемся делать то же самое внутри страны. Перед нами точно такие же стоят задачи в России. Первое. Второе. Китайская народная республика очень активно ведёт себя на международной арене, добивается очень больших успехов. У неё очень много друзей во всём мире. А те попытки, которые предпринимаются недругами Китая, я имею в виду, прежде всего это связано с попытками устроить провокации вокруг Тайваня, которые, безусловно, являются неотъемлемой частью Китайской народной республики, и теми санкциями, которые применяются в отношении Китая для того, чтобы затормозить его развитие, они, безусловно, обречены на полный провал. Здесь нет никаких сомнений. Я думаю, что даже у тех, кто пытается предпринимать такие незаконные акции. А наши отношения, они сложились на протяжении предыдущих двух десятилетий, они очень устойчивые, они дополняют друг друга, и уверен, это взаимодействие сохранится в том числе, не в последнюю очередь, наверное, и благодаря нашим личным дружеским отношениям с председателем Китайской народной республики. Это, конечно, не самое главное. Самое главное – совпадение государственных интересов, но это создаёт очень хороший тон для решения общих задач. И в сфере международных отношений, где отношения между Россией и Китаем являются таким стабилизирующим фактором. И с точки зрения развития нашей активности на евразийском пространстве, Китай реализует свой план по этому шёлковому пути, один пояс, один путь. Очень важная, на мой взгляд, инициатива председателя Синьцзиньпиня. Очень много совпадающих точек интересов и в сфере экономики, и в сфере внешней политики. Уверен, мы в ближайшие годы всё это будем только усиливать, наращивать наши отношения и добиваться общих успехов на благо китайскому и российскому народу. Да, Андрей, пожалуйста, сейчас. Дайте, пожалуйста, колесник. Колесник, в середине колесник. Да, значит, вот-вот. Прошу вас, Андрей. Газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, в целом о ситуации и о результатах пусть и предварительных. Скажите, это вот то, о чем вы мечтали? Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России, и надеюсь, что результаты голосования позволят нам все вместе с российским народом добиваться этих целей. Пожалуйста. Здравствуйте, ТАЦ, информационное агентство. Макрон недавно заявил, что попросит Россию о прекращении огня на Украине. Что, что, что? Парижи летом. Готова ли Россия рассмотреть это предложение? На каких условиях? И будет ли это зависеть от участия или не участия наших атлетов в Олимпиаде? Спасибо. Я не знаю об этом заявлении президента Франции. Мы готовы рассмотреть любые вопросы. Но всегда, при любой ситуации, будем исходить из интересов Российской Федерации. И из ситуации в зоне боевого соприкосновения, разумеется. Знаете, мы, я всё время говорил, ещё раз повторю, мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются. А за, если они действительно по-серьёзному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами. А не взять паузу для перевооружения на полтора-два года. Вот это очень серьёзные вопросы. А что касается Олимпийских игр, то международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения, олимпизма. Они подрывают сами основы международного спорта. Это отдельная тема. Пожалуйста. Да, возьмите. Да, всё равно, пожалуйста. Продолжение следует... И Алексей Навальный умер в одной из тюрем во время вашей предвыборной кампании. Является ли это демократией, на ваш взгляд? Это жизнь. Если господин Надеждин не принял участие в этой избирательной кампании, то это, прежде всего, результат его неудовлетворительной работы в ходе подготовки к этим выборам. Нужно было, наверное, активнее работать со своими сторонниками, не допускать ошибок, не допускать фальсификации избранных на этих бюллетеней и так далее. Там же вопрос, на мой взгляд, как я знаю, я не знаю это наверняка, но, по-моему, дело всё именно в этом, что не было набрано необходимое количество голосов для участия в голосовании. Это всё. Значит, это первое. Второе, что касается господина Навального. Да, он ушёл из жизни, это всегда печальные события. Но у нас и были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединённых Штатах такого не бывало? Бывало? Бывало и неоднократно? Кстати говоря, вот я вам скажу, это будет так неожиданно. За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали, и не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, ещё фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Только при одном условии я сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Вот и всё. Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь. Вот такова жизнь. Если вы хотите узнать моё мнение по поводу, демократичны ли у нас выборы или нет, я считаю, что демократичны. И наоборот, в некоторых странах, например, в вашей стране, разве можно считать демократичным использование административного ресурса для того, чтобы нападать на одного из кандидатов в президенты Соединённых Штатов, используя в том числе и судебные инстанции. У нас нет предпочтений ни к одному из кандидатов в президенты Соединённых Штатов Америки. Мы будем работать с тем, кому окажут доверие избиратели. Но использование административных ресурсов, судебной системы, но это же стало просто смешным и позором на весь мир для Соединённых Штатов и для вашей демократической, так называемой, в кавычках, системы. Я имею все основания полагать, что никакой демократии, во всяком случае, в ходе предвыборных процессов в некоторых странах Запада, в том числе и в Соединённых Штатах, сегодня мы не наблюдаем. Поэтому примите ответную шайбу. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Да, сейчас мы всё-таки к вам переедем. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Поздравляю вас с победой, информационное агентство УРАРУ Екатерина Лазарева. Владимир Владимирович, вот за последние несколько месяцев вы очень много встречались с людьми, отмечали неоднократно, что российским женщинам по силам очень много, и вот даже лётчицами военными стали наши девушки. А вот скажите, пожалуйста, у нас в губернаторском корпусе уже последние лет пять, наверное, всего одна женщина. А есть ли в списке кандидатов на должность губернаторов женщины, и может ли такое случиться, что уже, возможно, в этом году вы кому-то из них предложите попробовать себя, стать губернатором? Понятно, что сначала до выборов, а потом уже как народ решит. У нас и в правительстве мало женщин, но, вы знаете, мы же всё-таки при принятии таких кадровых решений руководствуемся не гендерными соображениями, а соображениями личных, деловых качеств, профессиональной подготовки. Ну, конечно, я лично считаю, что чем больше женщин в руководящих органах, в муниципальных, региональных, федеральных, тем лучше. Будем к этому стремиться. Да, пожалуйста, прошу вас. Спасибо. Меня зовут Ксения Жеребцова, телеканал 360. Вопрос такой, возвращаясь к теме выборов, в прошлые три дня, как в Московской области, так и во всей стране, иностранные наблюдатели из 129 стран выполняли свою работу. Получали ли вы от них какую-то обратную связь? И вот мы знаем, что они не раз говорили о том, что хотели бы перенять опыт организации выборов. Вот скажите, поделимся? Ну, конечно, что здесь секретного? У нас всё на виду. У нас тоже секрета, сейчас большого вам не открою, пару, ну, несколько лет назад были сомнения, скажем, у некоторых сотрудников администрации, у некоторых, наоборот, они говорили о необходимости расширять возможность электронного голосования. Кто-то был против, ну, по разным соображениям. Но, в конце концов, всё-таки победила точка зрения тех, кто посчитал, что это прозрачно, цивилизованно, по-современному даёт возможность подавляющему большинству людей реализовать свои гражданские права. Когда мэр Собянин на этом тоже настаивал, в конечном итоге мы начали расширять эту практику. Во-первых, она прозрачна и она абсолютно объективна. Это не то, что вот в Соединённых Штатах голосование по почте. Нет, вот вы заулыбались, а это имеет значение. Но голосование по почте, что это такое? Вот пришёл человек, вот сегодня у нас, ну, и в Штатах когда-то, заканчивается время голосования. А бюллетени можно вбрасывать до 12 часов ночи, потому что штемпель-то ставят на почте в те сутки, которые ещё не закончились. Потом у нас работало большое количество наблюдателей, в том числе иностранных государств. И неважно, имеют ли они отношение к ОБСЕ или не имеют. Это независимые люди. И представители партии стоят и смотрят, как идёт процесс голосования. А здесь что такое на голосование по почте в Соединённых Штатах Америки? Кто там стоит и контролирует? Да никто. Купили за 10 долларов голос, а потом скупили тысячи голосов, пришли пачкой, вбросили до 12 часов ночи, и всё, вот вам и голосовали, вот вам и демократия. Значит, у нас ничего подобного нет. Но, конечно, мы совершенствуем свою систему демократических процедур в ходе предвыборных кампаний. И, разумеется, будем рады и готовы поделиться со всеми, кто этого хочет и относится доброжелательно к тому, что мы делаем. Да, сейчас. Сюда, вам сюда, и здесь ещё парочку, и закончим. Ладно, хорошо. Пожалуйста, прошу вас. Владимир Владимирович, присоединяюсь к поздравлениям. Игорь Жданов, Russia Today. Ваш результат, который, тот процент, который вы набираете на выборах, это, конечно же, очень серьёзная пощёчина всем внешним силам, которые старались расшатать нашу внутриполитическую систему здесь. Кто собирался в Европарламенте, кто, в принципе, предложил для этого очень серьёзные усилия. Как вы думаете, они извлекут какой-то урок из этой ситуации, что они пытались всё расшатать, а народ, наоборот, только сплотился вокруг вас? Спасибо. Думаю, что да. Всё-таки там не совсем тупые люди сидят во всех учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетия. Проблема у них, знаете, в чём заключается, на мой взгляд? Она заключается в том, что после развала Советского Союза очень большое количество осталось специалистов по Советскому Союзу, которые ничего больше другого не умели делать, как бороться с Советским Союзом, а потом с возникшей на части территории России. Вот они своё политическое руководство, общественное своих стран начали убеждать в том, что нужно дальше и дальше добивать Россию. И таким образом, чтобы и самим не остаться без работы. Но всё-таки приходят новые поколения специалистов, они реально оценивают происходящие события. Думаю, что они будут действовать более изощрённо. Но целей своих в отношении России не поменяют. Пожалуйста. Да, вот дайте девушке. Марина Ким, Соловьёв Лайф. Мы тоже вас поздравляем очень сильно и мы вас очень верим. Спасибо большое. Наш вопрос такой. Вы только что с блеском продлили свой мандат, а Зеленский нет. С кем будем договариваться о мире? Это вопрос, ждущий своего кропотливого и следователя. Мы подумаем об этом. Пожалуйста, прошу вас. Добрый день, Константин Ванюшкин, Первый канал. Позвольте, в развитии формирования вашей команды механизм формирования новой российской элиты уже заработал. Ваш проект, озвученный в послании «Время героев». На каких должностях вы таких людей хотите видеть прямо сейчас, кто вам уже нужен сейчас в вашей команде в 2024 году? Позвольте, пожалуйста, ещё одно уточнение. В развитии вопроса Болгородской области совершенно варварские атаки украинского режима. И многие погибли, погибли люди, да, и многие ранены. И вот год назад губернатор Голодков, когда его спросили, собственно, как решить эту проблему, сказал, что для того, чтобы обеспечить безопасность Белгородской области, нужно присоединить Харьковскую. Что вы думаете об этом сейчас? Я сейчас не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять и когда. Но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определённую санитарную зону на сегодняшних территориях, подчинённых киевскому режиму. Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует. Прежде всего, конечно, иностранного производства. Какая могла бы быть глубина у такой зоны? Это отдельный вопрос. Да, по формированию будущего управленческого корпуса. Вы знаете, ведь когда я сказал о проекте «Время героев», повторяю ещё раз, я не преувеличиваю, ничего не придумываю. Пришло в голову, прямо когда я встречался с ребятами, участниками специальной военной операции в Петербурге, все они люди с высшим образованием, из числа студентов или выпускников вузов. И мне пришла, конечно, в голову простая мысль, которую потом я сформулировал и пытаюсь сейчас организовать, чтобы из числа этих ребят, которые себя не жалеют в интересах Родины, воюют, потери несут, увечья получают, в прямом смысле этого слова. А потом, служба-то тяжёлая, вы понимаете? Ну-ка, вот сейчас слякать, грязь, снег идёт, а они там в окопах сидят. Ну, мы понимаем, что это такое? Вот человеку, который там не был, трудно даже себе это представить, а они там. Ну, конечно, это люди, которые ради Родины идут на всё. Ну, конечно, из них в том числе нужно формировать будущий управленческий корпус. Но их нужно подготовить, с ними нужно провести работу определённую. А где и как применять, в зависимости от того, где люди сами хотели бы применить свои силы. Ведь кто-то хочет работать в медицине, кто-то в сфере безопасности, кто-то в сфере обороны, кто-то хочет работать в государственном управлении. Это будет зависеть от выбора самого человека, ну и не в последнюю очередь от того, на что он готов. И зависеть будет от уровня его подготовки. А те, кто не имеют высшего образования, должны получить возможность сделать это. Ну, если, конечно, люди этого хотят. Это, знаете, это не какой-то пропагандистский шаг. Я надеюсь, что это будет спокойная, методичная, серьёзная работа, рассчитанная на годы вперёд. У нас уже поступило свыше 30 тысяч заявлений. Ну, конечно, первый шаг – это будет нескольких десятков. Отбор должен произойти. Потом следующие шаги, следующие – будем расширять эту работу. Но будем обязательно двигаться по этому направлению. Так, ну, давайте будем заканчивать. Заканчивать? Вот, пожалуйста. Ну, хорошо. Я имел в виду молодого человека, но пускай девушка скажет. Пожалуйста. Благодарю. Алена Нефёдова, газета «Известия». Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что завтра планируется Ваша встреча с Николаем Харитоновым. Можете ли Вы подтвердить эту встречу? Если да, о чём бы Вы хотели с ним поговорить и когда Вы хотите увидеться с другими двумя оппонентами? Так вот завтра, по-моему, такая встреча запланирована со всеми кандидатами в президент. Кстати говоря, если мы посмотрим на результаты, то я бы вот что хотел сказать и по поводу КПРФ, и по поводу ЛДПР, и по поводу новой партии «Новые люди». Вот что касается партии «Новые люди», я не знаю, какой будет окончательный результат. Но действительно, всегда для граждан привлекательна какая-то новизна. Всегда люди ждут каких-то изменений, преобразований. И поэтому тот результат, который достигнут, тем более, что это люди, я хорошо знаю лидеров этой партии, прежде всего их внимание сосредоточено на том, чтобы создать благоприятные условия для развития бизнеса. Ну, там в предвыборных своих выступлениях и господин Дованков, ну и все его коллеги, я не знаю, что и как они формулировали, но в целом идея и смысл их деятельности прежде всего заключается в том, чтобы создать лучшие условия для предпринимательской деятельности. И это хорошо, потому что от работы этого сословия, бизнес-сословия, зависит в конечном итоге развитие экономики, а на ней, как известно, строится весь базис для достижения общенациональных целей. Это благородная и очень правильная задача. Что касается КПРФ или ЛДПР, то всё-таки мы все понимаем, что их электорат – это прежде всего патриотический электорат, как мы его называем. И вот в условиях сегодняшнего дня значительная часть их традиционного электората, мне так думается, всё-таки отдала предпочтение действующему главе государства, имея в виду ту непростую ситуацию, в которой все мы находимся. Вот и окончательные результаты, конечно, тоже повлияло, и я себе прекрасно отдаю себе в этом отчёт. Но это не значит, что их электоральная база действительно как-то серьёзным образом сократилась. Думаю, что нет. Думаю, что в целом всё в обычной нашей, обычной внутриполитической жизни, всё примерно так и останется, как было. Ну, давайте будем заканчивать уже. Ну, пожалуйста, прошу вас. Владимир Владимирович, Виктор Синёк, МИЦ-Известия. Вы говорили о беспрецедентной большой явке в новых регионах и с чем это связано. Но вы не сказали, вот удивило ли вас, там же очень большой процент именно проголосовавших за вас, там к 100% цифры приближаются. Удивил ли вас такой результат? Вы его ожидали, что он будет именно таким, именно в новых регионах, потому что там люди совсем недавно стали нашими гражданами. Это первое. Второе. Сейчас раздаются на Западе заявления о том, что наши выборы нелегитимные, несвободные, ну и вообще плохие. У вас ещё, в принципе, волнует, что говорят западные элиты, западные лидеры о наших выборах? Что касается результатов в Донбассе, в Новороссии, да и в Крыму, кстати говоря. Я, в принципе, думал, что они будут такими хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал. Но всё-таки говорит это о чём? Первое. Это говорит о том, что мы всё правильно делаем. Люди благодарны нам за те решения, которые мы приняли по их защите. А это главный побудительный мотив всех наших действий. Второе. Они, конечно, ожидают от нас защиты во всех смыслах этого слова. Прежде всего, в сфере безопасности. И, конечно, ожидают развития социальной сферы, экономики этих территорий. И мы всё сделаем для того, чтобы эти чаяния были, людей, которые проживают на этой территории, все их чаяния были реализованы. По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств, она ожидаемая. А вы что, хотели, чтобы они встали и аплодировали, что ли? Они же борются с нами. Причём вооружённым путём. И при этом они будут аплодировать тем силам, даже не у меня лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, её суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов. Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие. Конечно, они будут говорить вам всё, что угодно. Вот ваш коллега сейчас говорил про демократию. Я ему ответил по поводу того, как мы оцениваем демократические процедуры в его стране, да и в некоторых других странах. Но это же правда. Там же просто весь мир смеётся над тем, что там происходит. Мы ведём себя сдержаннее, чем их оппоненты в других странах мира. Сдержаннее. Но это же просто катастрофа, а не демократия. Вот что это такое. Поэтому для меня важен выбор российского народа. Я опираюсь на российский народ и работаю в интересах этого народа и нашего государства. И я очень благодарен гражданам России за поддержку. Спасибо большое. Да, если у нас есть ещё иностранные журналисты, чтобы показать наш настрой демократического характера, готов. Ну, вы один смело оказались, сюда пришли. И спасибо за то, что вы здесь, и несмотря на ваш критический настрой, всё-таки выслушиваете мой ответ. Не очень, наверное, приятный. Но и вы старались задать мне какие-то каверзные вопросы. Но, тем не менее, вы здесь. И это говорит о том, что всё-таки не всё потеряно для Соединённых Штатов. Да, пожалуйста. Агент Сорейтер. Да. Может быть, глупый вопрос, но, тем не менее, Макрон продолжает говорить о возможной отправке европейских войск на Украину. Всё-таки это вопрос, который беспокоит народа. Как вы считаете, полномасштабный конфликт между Россией и НАТО возможно? И насколько вероятно? Спасибо. Ну, я думаю, что всё возможно в современном мире. Но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. Что касается позиции президента Франции, то там уже есть какие-то поправки. В том смысле, что этот контингент будет выполнять второстепенные функции, должен будет заниматься подготовкой военных кадров на Украине. Разъяснением, как пользоваться западной техникой, ну, и некоторые другие функции подобного рода. Сегодня это мало чем отличается от того, что делают наёмники. А потом вооружённые военнослужащие стран НАТО там присутствуют, мы же знаем. Мы слышим и французскую речь, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет, прежде всего, для них, потому что они погибают. И в большом количестве. Но в конечном итоге это же не наш выбор. Если кто-то хочет немножко прикрыть внутриполитические проблемы своей агрессивной внешней риторикой, ну, что это известный во всём мире и часто применяемый приём. Ну, очень бы хотелось, чтобы Франция играла не вот такую роль, которая ведёт к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию. А наоборот, вот как здесь было сказано, я этого не слышал. Но, тем не менее, речь идёт и о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле, мне кажется, Франция могла бы сыграть свою роль, не всё ещё потеряно. Но всё-таки закончить я бы хотел со слов благодарности российскому народу, российским избирателям. Ещё раз хочу подчеркнуть, сделаем всё, что от нас зависит, чтобы достигнуть целей национального развития по всем направлениям. Благодарю вас и всего доброго. До свидания. Спасибо.